Мы попали в гости в удивительный мир многодетной семьи, где каждый так не похож друг на друга и где каждый связан друг с другом невидимой, но такой крепкой и надежной нитью любви и заботы. У нас 13 детей. Все разные, все самые лучшие, все самые красивые, все самые умные, самые любимые, самые дорогие для нашей семьи. Семь школьников и студент. Самый старший вообще в армии служит, в Слуцке. Студент учится в индустриальном колледже на втором курсе. Ну и остальные школьники и трое в саду. Садовцы, да. И Маринка дома. Здесь события в жизни каждого становятся праздником для всех. Так было, когда поехали навестить старшего в семье, Рувима, который ушел в армию. Полная машина, кто вместился и все поехали. Плакала мама? Нет, отчего плакать. Радоваться надо. Старший сын служит в армии. А когда он здоровый, да может отслужить. Это же прекрасно. Сама из многодетной семьи Жанна Павловна мечтала о таком счастье иметь большую дружную семью. И сегодня чувствует себя счастливой женщиной. И материнские заботы – это смысл и радость всей ее жизни. И рецепт воспитания от многодетной мамы стоит послушать многим. Держать дисциплину, заставлять их не лентяничать, работать, трудиться, самостоятельности учить. Да, иначе бы ничего не получилось. В этой необыкновенной семье у каждого свои заботы и обязанности. Кто-то из детворы заканчивают школу, кто-то колледж, а кто-то только пойдет в первый класс. С каждым мама проходит путь взросления, согревая детство заботой и любовью, пестуя таланты, поощряя все добрые поступки и начинания. Все у нас играют. Все почти ходят, кроме второго класса. Остальные все ходят. Все играют? Да, все играют. А вы где научились? Тоже в музыкальную ходила. А еще она за все эти два десятка лет стала чуть ли не профессором, помогая с уроками своим дочерям и сыновьям. Но, конечно, трудно представить жизнь этой семьи без отцовского плеча. Папа очень любит детей. Очень любит детей. Он их и воспитывает, он их и жалеет, он с ними и поиграется, он их и накажет, и уроки получит, и проверит дневники. Тоже на все хватает времени, пускай не так часто, как у мамы, но старается быть хорошим папой. И пусть не думает кто-то, что в семье Ярутич рассчитывают на чью-то помощь, кроме, конечно, существенного подспорья государства. Это семья тружеников от мала до велика, начиная с отца большого семейства Анатолия Анатольевича, пчеловода. Например, деньги на инструменты, играть на которых они учатся в музыкальной школе, ребята заработали сами, собирая голубику. А еще мальчишки и девчонки трудятся по дому и на приусадебном участке, помогают маме во всем. Несмотря на столь юный возраст, это вполне самостоятельные, хорошо воспитанные ребята. Безусловно, все это от нее, мамы, главного в их жизни человека, сменившего самую гуманную профессию медицинского работника на самую прекрасную, самую благодарную и святую на земле, профессию матери. Конечно, непросто. Конечно, это бессонные ночи, это постоянная стирка, готовка на кухне, постоянная уборка. Постоянно нужно воспитывать, говорить, учить, заставлять. Ну, это, конечно, нелегко, но это все возможно. И все в радость. Никто столько любви не подарит, сколько подарит ребенок. Никто. Самая лучшая мама. Желаю ей здоровья, чтобы воспитывала нас хорошо и всего самого лучшего. Желаю маме, конечно же, в первую очередь здоровья, потому что без него никак, чтобы здоровье было нас вырастить. Моя мама великолепная. Да, она вкусно готовит, идеальный музыкант. У нас мама самая лучшая, она нам всегда помогает. И если у нас что-то не получается, дает хорошие, ну, как это сказать, советы. Хочу, чтобы мама была всегда. Наша семья самая лучшая. И от всей этой дружной, замечательной семье поздравления всем мамам за их щедрые сердца и полные добродуши, за их самоотверженный бескорыстный труд, имя которому – счастье детей. С праздником вас, дорогие мамы!